Трагедия в Черкасах. Накануне вечером шестилетний мальчик упал в открытый канализационный колодец. Медики пытались спасти малыша, но оказались бессильны. Сейчас в городе выясняют, почему люк оказался открытым и кто должен нести ответственность. Ответить на этот вопрос оказывается не так уж и просто. Продолжит Станислав Кухарчук. Полиция, спасатели, запах корвалола и громкий плач. Трагедия произошла в одном из спальных районов Черкас. Шестилетний мальчик вместе с бабушкой возвращался домой. Он побежал вперед и мгновенно исчез из виду на неосвещенном тротуаре. Упал в обычный технический колодец. Его нашли на глубине четырех метров. За жизнь малыша боролись и спасатели, и медики, но тщетно. После всех реанимационных мероприятий врачи скорой констатировали смерть. Технический колодец, в который упал малыш, вплотную примыкает к пешеходной зоне. Увидеть, что он открыт, ни ребенок, ни бабушка не могли. Тротуар попросту не освещается. Жители соседнего дома уверяют, крышка с колодца исчезла совсем недавно. На ее место даже не успели поставить ограждение. Я вроде не видела, что тут деревья. Я думала так в темноте, что там деревья растут. А это, говорят, участники приехали и оградили. Если бы это давно было открыто, у нас люди сразу обязательно сообщили бы. Едва полиция закончила следственные действия, коммунальщики отправились проверять все окрестные колодцы. Директор Черкасского водоканала говорит, на большинстве из них пластиковые крышки. Воров такие не интересуют. По факту смерти ребенка в полиции открыли уголовные производства. По статьям неумышленное убийство и служебная халатность. Правда, на балансе какой из служб находится колодец, неизвестно до сих пор. Станислав Фухарчук, Сергей Музыка. Подробности телеканал Интер. Черкассы.